Дмитрия Менделеева весь мир мог бы знать под совсем другой фамилией – Соколов. Отец химика вместе с братьями в юности учился в семинарии. В то время считалось, что у выпускников не должно быть одной фамилии. Пришлось выбирать псевдоним, и Иван Соколов стал Менделеевым. Дмитрий был его младшим, 17-м ребёнком. В детстве он часто бывал на маленькой стекольной фабрике, которой управляла мать. Там, на стеклянном заводе, получились первые мои впечатления от людей, от природы, от промышленных дел. Именно мать первой заметила способности младшего сына, и после смерти мужа решила уехать из Сибири, чтобы Дима мог учиться. Правда, в московский университет его не приняли. Только через два года он поступил в институт в Санкт-Петербурге. В институте он жадно занимался, поражая профессоров и товарищей яростной трудоспособностью. Отделение естественных наук Дмитрий Менделеев окончил с золотой медалью и уехал на стажировку в Германию. А когда вернулся, написал первый российский учебник по химии. Работая над следующей книгой, он долго размышлял, как лучше изложить информацию о химических элементах. Он пытался найти зависимость физических и химических свойств элементов от их атомной массы. И через каждое определенное количество элементов свойства повторяются. Натрий похож по свойствам на калий, калий похож на рубиди и так далее. С помощью своей таблицы Менделеев предсказал открытие новых элементов и даже описал свойства некоторых из них. Но чаще помнят не это, а миф о том, что таблицу ученый якобы увидел во сне. Он возник из-за неверной интерпретации слов химика, и эта легенда всегда его обижала. Я над ней, может, 25 лет думал, а вы полагаете, сидел и вдруг пятак за строчку, пятак за строчку и готово. Не менее популярен миф о том, что Менделеев создал стандарт русской водки. И именно после этого напиток стал 40-градусным. На самом же деле никакого отношения к производству алкоголя химик не имел, хотя и написал диссертацию о соединении спирта с водою. Но круг его интересов и правда оказался невероятно широк. Недаром Менделеева называли русским Леонардо да Винчи. Ученый был не только химиком, но и физиком, геологом, метеорологом, нефтяником, экономистом и воздухоплавателем. В 1887 году он отправился в полет на воздушном шаре, чтобы с высоты наблюдать солнечное затмение. Утро было очень туманное, и шар чрезвычайно намок, и поэтому высоко подняться не мог. Тогда он попросил воздухоплавателя, который должен это все было делать, покинуть гондолу. Шар поднялся недостаточно высоко, и солнце все равно заслоняли облака. К тому же Менделееву пришлось устранять неисправности прямо в небе. Но через несколько часов он благополучно приземлился, а после объяснил журналистам, как решился на эту авантюру. О нас, профессорах и вообще ученых обыкновенно думают повсюду, что мы говорим, советуем, но практическим делом владеть не умеем. Мне хотелось демонстрировать, что это мнение, быть может справедливое в каких-то других отношениях, несправедливо в отношении к естествоиспытателям. Менделеева интересовало и кораблестроение. Он входил в состав комиссии, отвечавшей за создание первого в мире ледокола «Ермак». Выступал за освоение Арктики и одним из первых отметил преимущества «Северного морского пути». Менделеев предложил свой дерзкий маршрут через Северный полюс к Дальнему Востоку. Сравните, предложенный им маршрут почти полностью совпадает с тем, что проложен для атомного ледокола «Арктика». А еще Менделеев изобрел бездымный порох. Правда, на родине его производить не спешили. В итоге технологию украли американцы и оформили патент. В Первую мировую тот самый менделеевский порох Россия закупала в США. Зато ученому многое удалось сделать для российской нефтяной промышленности. Как-то его пригласили на завод в окрестностях Баку, который работал себе в убыток. Менделеев понял, нужно снижать транспортные расходы, и вместо привычных бочек предложил использовать нефтепровод. А еще изобрел нефтеналивное судно – танкер. Именно из-за нефти у Менделеева начался конфликт с семьей Нобелей. Они выступали против строительства нефтепроводов и распускали ложные слухи об истощении нефтяных месторождений в окрестностях Баку, чтобы остаться монополистами на рынке. Ученый доказал, что они неправы, но остался без Нобелевской премии, на которую номинировался трижды. А в России из-за непростого характера он не стал даже академиком. Причина была очень странная. Он избирался по отделению химии, а в академии сказали, что у него в основном работы по физике, и поэтому у него мало работы по химии, поэтому не могут избрать. И все же друзья у Менделеева были, причем не менее талантливые. Например, Репин и Куинджи. Дмитрий Иванович пришел необыкновенно оживленный и предложил идти в мастерскую Куинджи смотреть новую картину «Ночь на Днепре». Мы долго сидели перед картиной, слушая Дмитрия Ивановича, который говорил о пейзархе. В 1892 году Дмитрия Менделеева назначили хранителем депо образцовых гирь и весов. В штате было всего три человека. Многие посчитали, что ученого отправили на заслуженный отдых, но они ошибались. Менделеев изобрел новые одноплечные весы, усовершенствовал приборы, которые можно применять в безвоздушном пространстве, а главное, создал эталоны, которыми пользуются до сих пор. Всего за пять лет специально подготовленные поверители проверили все обращающиеся в стране меры и весы. Таким образом, единообразие меры весов было достигнуто. Страна оказалась подготовленной к принятию международной метрической системы в 1918 году. Из всех трудов Менделеева химии была посвящена лишь десятая часть. Но в историю мировой науки он все же вошел как химик. И его именем названа не только знаменитая таблица, но и элемент, который находится в ней под номером 101. Менделеевий. Менделеев.